Гомордоба! Бородатое пиво теперь находится уже не в солнечной Турции, а в Грузии, а именно в Тбилиси. И сегодня мы с вами будем пробовать грузинское пиво. Дело в том, что не так-то много грузинских пив в принципе существует, хотя объективно мне кажется, что их должно быть больше, чем разновидностей Эфеса в Стамбуле и в принципе в Турции. Мы находимся на классной панораме над Тбилиси, поэтому вам должно быть видно, как прекрасна эта панорама. Тем более, что на фоне вот такого пива. Это пиво называется Натахтари. Оно выглядит как будто темное, хотя я думаю, что это светлое. Написано Gold Real Georgian Beer. Попробуем безусловно. Дело в том, что здесь на высоте было сложно его достать, потому что не каждая кафешка имеет вообще в принципе пиво, но все-таки это парк. Но зато оно у нас есть и давайте пробовать. Такая же штука, как и у Туборга. пенка пошла, ее даже стало видно. Пахнет очень ячменно, очень простое и неровное. То есть, оно достаточно сбалансированное. Тут нету какого-то перевешивающего фактора. Тут постоянно... Ну, тут в смысле вот там пиво как... пиво на каждый день. Не от компании каждый день из Ашана, а просто на каждый день. После второго-третьего лотка стало чуть больше появляться горечи. И это хорошо, потому что хмель начал о себе говорить. Больше, наверное, даже не знаю, что сказать. Я бы постарался прочитать вам этикетку. Но дело в том, что этикетка написана вся на грузинском и я вижу тут только два... Да нет. Четыре стандарта ИСО. Это 9001, 22000, 18001 и 500001. Я надеюсь, что эти стандарты ИСО вам в чем-нибудь пригодятся. Надо будет обязательно попробовать другие грузинские пива. Вот. Потому что все-таки их должно быть побольше. И я надеюсь найти какие-нибудь крафтовые сорта. Потому что Грузия все-таки чуть ближе к России, чем Турция. И у них должна быть вот история своя развиваться пивоварение. Хотя, безусловно, Грузия это все-таки винная страна. Но, может быть, может быть, у них должно быть тогда много барли вайнов. Поэтому попробую их найти. Сегодня немножко порталхладней. Но мы все равно поднялись на самый пик. Для того, чтобы показать вам все эти виды и отведать бутылочку хорошего пива. А теперь, пожалуй, мне нужно идти искать туалет. Иначе я немножко обоссусь. Вот. Поэтому не забывайте подписываться на канал. Ставьте лайки. Жмакайте колокольчик. Возможно, вам захочется поддержать меня спонсорством. Поэтому QR-код будет вот где-нибудь здесь. Ну, а я пошел. Пока-пока. Ча-пока. Приятного. Продолжение следует...